Братья и сестры, здравствуйте! В мае текущего года должен состояться Архиерейский собор Русской Православной Церкви, который перенесен был с конца прошлого года, календарного, по причине ковидных проблем. На этом соборе должна быть рассмотрена одна из главных проблем нашей истории – «Дело об убийстве царской семьи». Следком, Следкомкомитет уже назвал это дело «преступлением века». Под этим грифом многотомник с этим делом рассматривается криминалистами и юристами. Ну и поскольку останки, лежащие в Петропавловском соборе Петербурга, были объявлены мощами без участия Церкви, и как бы наспех во времена президентства Ельцина и при участии Немцова, Бориса Немцова, и Церковь не участвовала в этом, то у народа Божьего было много вопросов и сомнений, закономерных или надуманных, всяких сомнений, принадлежат ли эти останки государю-императору Николаю Александровичу, его супруге-царице Александре и убиенным детям, с домочадцами, с теми, кто остался с ними до конца. На сегодняшний момент большая группа ученых, криминалистов, юристов, историков, биологов, в общем, пул состоит из всех тех, кто разбирается в этом и могут вынести авторитетное осуждение и мнение, составили свое экспертное заключение по этому поводу. На сайте Московской Патриархии есть довольно объемный документ, который стоит прочитать внимательно всем архиереям Русской Церкви и всем желающим, в котором рассматриваются все вопросы, мифы, проблемы и недоумения, которые могут возникать. Была ли очленена голова государя-императора, действительно они были сожжены или нет. Если голова принадлежит государю, то есть ли на ней след от сабли японского микада, который напал на него в Токио, когда он еще был цесаревичем, и многое-многое другое. Сопоставлялись генетические материалы Александра III с возможными останками Николая II и его сына и так далее. И все эти аналитические следственные документы были собраны воедино, представлены на суд церковного сообщества. Поэтому все, повторяю, желающие, интересующиеся могут с ним ознакомиться. Потом это все будет на соборе Русской Церкви рассмотрено полнотой архиерейства нашего с тем, чтобы считать или не считать, будет наконец поставлена точка в вопросе считать или не считать, екатеринбургские останки, ныне почивающие в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, мощами государя-императора. Безусловно, этот вопрос имеет значение не только с точки зрения признания и непризнания мощей. Вообще, с точки зрения юридической, необходимо этому преступлению века дать юридическую оценку, назвать имена еще раз всех фигурантов, исполнителей, руководителей и всех-всех-всех, значит, кто в этом участвовал. Не секрет, что государя хотели судить. Еще временное правительство, добившееся его низложения, создало специальную чрезвычайную комиссию по расследованию преступлений Царского дома. Допустим, даже Александр Блок в ней участвовал. Комиссия пришла к ошеломительным выводам, никаких преступлений не обнаружили, вообще никаких. А многие даже полюбили образ царя. И там есть документы о том, что, я не знаю, что делать, я полюбил царя, говорили некоторые участники этой комиссии. То есть, никаких циклопических оргий, ни растрата бюджета, ни разврата, значит, ни предательства государыне в сторону Германии, будучи немкой природной, в чем ее обвиняли. Нет ничего совершенно. И потом Ленин хотел тоже судить их, поскольку они были все хорошие и прилежные ученики. Французской революции, сами об этом говорили. Они хотели, как Капетов судили, Людовика XVI, так и Романов их судить. Но наступление белочехов и белой армии поторопило большевиков. И нужно вскрыть, опять-таки, механизм этого преступления, это преступление века. Это отсчетный такой пункт, с которого мы уже не узнаем Россию. То есть Россия навсегда стала другой. Открылась дверь для неслыханного кровопролития на территории огромной страны, для гражданской войны, интервенции, которая уже шла, но получила еще большее кровавое продолжение. В общем, Россия погибала именно тогда, после смерти царя, повторяю, мы уже не знаем ту Россию, которую знали до начала XX века. Поэтому криминалистическая точка зрения, судебная точка зрения, юридическая оценка событий должны прозвучать. Должно, в общем-то, произойти переосмысление всего произошедшего, поскольку, повторяю, более переломных событий в нашей истории трудно подыскать. Событиями история русская полна, но эта катастрофа воистину повлияла на все, до сегодняшнего дня влияет и тяготеет над русским народом. Поэтому это момент очищения, покаяния, переосознания произошедшего и четкое присвоение имен. Жертва должна быть жертвой, убийца должен быть назван убийцей. У этого преступления нет срока давности. Возрастом в четыре поколения измеряется гнев Божий на грешников в Писании. То есть милость Божия длится над праведниками в роды родов, а гнев Божий проливается на грешников до четвертого колена. Если примерно считать колено 25 годами, то есть в этом возрасте обычно плюс-минус рожаются новые дети, появляется новое поколение людей, то четыре поколения, как раз, измеряются столетним размером. Через сто лет четыре поколения появляются на свет и уже готовы уступить место пятому. В этом смысле мы прожили сто лет от смерти государя и от этого революционного и кровавого и страшного эксперимента, который предполагал построение рая на земле. И, конечно, он с треском провалился в силу абсурдности самой задачи. Закончились сто лет Божьего гнева над нашей землей, нужно войти в новое столетие, мы уже вошли в него с верой, покаянием. Прости нас, государь. Не зря пишут иногда на больших билбордах в дни царских дней. Мы должны перевернуть эту страницу, не забыть, а именно изучить, узнать, уронить слезу на эту страницу, перевернуть и идти дальше с верой и с надеждой, что таких вещей больше в нашей стране не повторится. Итак, я приглашаю вас к ознакомлению с обширными документами следственных органов и медицинских комиссий и ждем месяца мая, когда Архиерейский собор скажет свое авторитетное епископское слово в отношении этого события и этих останков. Моли Бога о нас, царь-мученик и вся семья твоя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok